Ну хорошо, значит, уважаемые коллеги, очередное заседание нашего междисциплинарного семинара по причинам, всем известным, связанным как с болезнями, так и с общим состоянием в нашем отношении. И был некоторый спад активности. Надеюсь, сейчас удастся вернуться к прежнему режиму. Это заседание произошло по инициативе отчасти Веры Львовны, которая здесь отсутствует, которая напомнила мне о том, что имело бы смысл сделать доклад. Доклад 19 февраля исполнилось 550 лет со дня рождения Николая Коперника. Имя, как говорится, почти святое в астрономии. Таких переворотов в астрономии было не так уж много. И потому сегодняшний доклад в какой-то мере посвящается его памяти и тому, что мы имеем сегодня в небесной механике, которая наука, я бы сказал, основная наука в астрономии, которая, к сожалению, часто недооценивает. То, с чего начиналась вообще астрономия как вычислительная наука. А посему вот ее доклад. Доклад Бориса Петровича Кондратьева. Всем, вероятно, хорошо известного. Я рассказывать о нем не буду. Прошу. Уважаемые коллеги, прежде всего я хочу выразить признательность руководству семинара. К сожалению, скончавшимся Бочкальову, одного из руководителей семинара, Владимира Нухимовича Бритко, за возможность выступить здесь, на этом семинаре, междисциплинарном семинаре, с докладом «Вехи в развитии небесной механики». Вместо предисловия. Для любой развивающейся науке характерно следующее. Это активный поиск задач и разработка методов их решения, но не наоборот. То есть есть вот методы, а мы подбираем задачи. Это, как говорится, конец науки. Небесная механика здесь не исключение. Все важные результаты получены в ней из первых принципов. Небесная механика – это коллективная наука. В ее развитие внесли вклад. Многие ученые, имена Коперника, Кептера, Ньютона, Эйлера и Лагранжа, Ла Пасса говорят сами за себя. В истории этой науки были звездные моменты. Это переоткрытие потерянной Цереры, которое прославило Карла Гаусса. Ливерье на кончике пера открыл планету Нептун, практически Галли в 1846 году. Успехи, конечно, были и потом. Это эффектное открытие троянцев на орбите Юпитера. Есть они и сейчас. Это КАМ-теория, это Шабевра, разумеется, аналитики. Точнейшие расчеты гравитационных маневров аппарата Фоэджер и Новые Горизонты. Нобелевская за открытие в 1995 году планеты у звезды главной последовательности. Я хочу обратить внимание на следующее. Важно помнить. Именно небесная механика стала первой наукой и тем пробным камнем для ума человека, где неуспех в решении задачи был равноселен потери веры в человеческий разум. И это не преувеличение. Приведу два примера. Задолго до открытия Нептуна отчаянное сопротивление основному указала Луна. Ее движение упорно не подчинялось законам Кеппера. Даже Ньютон сетовал, что от Луны у него болит голова. Чтобы понять причины, исследователям Клерода Ламбер Эйлер пришлось расширить подход и пойти дальше Ньютона и научиться учитывать много новых возмущающих факторов. В частности, именно Солнце. То есть Солнце не только центральное тело, вокруг которого движутся тела, но еще и возмущающее тело в некоторых случаях может быть. Это очень важное было новшество. Так создавалась небесная механика. Сейчас расстояние до Луны известно с точностью до 1 сантиметра, и ряды подолготе Луны насчитывают тысячи членов. Это гармоники Фурье. Представляете, что это такое? Второй пример. В 1759 году Луны обнаружил для предсессии переделия Меркурия небольшие расхождения теории с наблюдениями. Точные наблюдения давали 570 секунд на столетие движения линии Апсид этой планеты. А теория с учетом всех планет только 526,7. Причем вклад одной только Венеры 280 секунд за столетие. Колоссальный вклад одной Венеры. Как это трудно было учесть все, Ливерье это всерьез сделал. И он полагал, что он серьезно считал, что близ Солнца есть неизвестная планета-вулкан. Но призрак новой планеты, увы, быстро рассеялся. Затем Саймон Мюком, выдающийся американский небесный механик, подтвердил наличие аномалии уже 43 секунды за 100 лет, а вместо 38 у Ливерье. Итог был изумляющий. Для объяснения и два заметного отклонения в движении Меркурия потребовалась коренная перестройка всей теории гравитации. Это введение общей теории относительности. Вот насколько важна небесная механика. Вот здесь, отдавая дань основателям этой изумительной науки, мы, конечно, 550 лет со дня рождения Николая Коперника, который не только совершил революцию в астрономии, но и совершил главную революцию в мировоззрении человека. Это Клавдий Птолемей, на которого иногда татят бочку совершенно напрасно. И, безусловно, Иоганн Кеплер. Вот эти три человека примерно одинаковы по своему таланту и вкладу в небесную механику. А вот это имена и изображения людей, выдающихся исследователей 19-го столетия, которые имели непосредственное открытие к открытию Нептуна. Это Жан-Урбан Леверье, Джон Адамс, которого в Англии прочили за место Ньютона по своим выдающимся способностям. Иоганн Галли, открывший эту планету. И, безусловно, очень фундаментальный небесный механик – это Саймон Ньюком, американец. О предмете небесной механики. Небесная механика более широко – это динамическая астрономия, изучает почти все, что движется и вращается в космосе – от пылиных ЕСЗ до звезд и галактик. Развитие небесной механики шло через разнообразные приложения. Я хочу подчеркнуть это. Поэтому диапазон проблем в ней очень большой. По традиции небесная механика определяется как область астрономии, где для исследования движения тел применяется Ньютоновский закон обратных квадратов и методы классической механики. Но это определение не полностью отражает содержание современной небесной механики. Во-первых, современная небесная механика основана не только на законе всемирного текотения. В ней участвуются также другие виды сил. Это, прежде всего, конечно, прилюдные силы, которые обратно кубу расстояния, а не к квадрату. Они связаны с диссипацией энергии, уменьшением фазового объема систем и так далее. Это очень важные следствия, в том числе диффузия Арнольда, так называемых теорий, как раз это следствие изменения фазового объема. Электромагниты сильны на космические аппараты и частицы заряженной пыли. Реактивные силы, давление, излучение, силы сопротивляли и многое, что еще другого, включая и силу Архимеда. Но командует парадом, конечно, гравитация. Во-вторых, более ста лет успешно развивается релятивистская небесная механика, где применяются законы АТО. Мы уже говорили о том, что исследования Ливрия выявили аномальный эффект апсидальной прецессии у Меркурия. Кстати, это тоже успех небесной механики. И объяснила его АТО. В наше время релятивистские эффекты изучаются в движении многих небесных тел. Подчеркиваю, многих. Включая Луну, планеты и спутники. И это оправдано, так как, например, величина геодезической прецессии, я напомню, что такое геодезическая прецессия, это очень просто. Значит, тело вращается вокруг, какой-то спутник проезжается вокруг планеты, его угловой момент, вектор углового момента направлен параллельно самому себе все время. Но поскольку есть искривление пространства-времени, в целом этот вектор будет все равно совершать полос, который называется геодезической прецессией. Так вот, оказывается, величина геодезической прецессии для некоторых спутников Упитера сопоставила с их прецессией в ньютоновском приближении. Это очень важно. В-третьих, к небесной механике относятся и задачи теории фигур равновесия. Закон всемирного тяготения, закон обратного квадрата, позволил изучать не только движение планет вокруг Солнца, но и форму самих планет. Исследования фигур равновесия и внутренней структуры небесных тел, активно развивающиеся в направлении современной небесной механики. Четвертое. Важную роль в небесной механике играют методы компьютерного моделирования. В их развитии ключ к новым открытиям в астрономии, безусловно. Численные методы позволяют прогнозировать движение небесных тел практически с неограниченной точностью. Однако, это нужно подчеркнуть, они от них не дают качественную картину движения. Это недостаток. В пятых, в работах Пункера появились качественные методы исследования дифференциальных уравнений. Об этом человеку надо особо сказать за его вклад. Отметил вклад Пункера в проблему расходимости рядов в небесной механике. Сейчас уже шум вокруг расходимости рядов паутих. Но в свое время это была большая ложка дегтя в бочку меда в небесной механике, можно так сказать. Губитры были члены с малыми знаменателями. И Пункера показал, как интегрировать дифференциальные уравнения расходящимися рядами. Это было выдающееся достижение математика. Также вклад Пункера в изучение периодических и почти периодических решений. Не имея возможности проинтегрировать дифференциальные уравнения, а таких уравнений в небесной механике большинство, Пункера предложил метод малого параметра для нахождения периодических решений. Его идея этого метода. Если замкнутых периодических орбит много, можно установить, как расположатся между ними кривые, соответствующие реальным непериодическим движениям. Это было очень остроумно и эффектно. Новые краски в исследованной динамической системе внес Джордж Бергов, американец, доказавший орбитическую теорему. Напомню, что такое орбитическое теоремо. Это система называется орбитическая, если ее изображающая точка посещает все точки допустимого фазового объема системы. А фазовая объема системы ограничивается интегралами движения соответствующими. Вот все. Значит, это есть орбитическое. Ныне орбитическое стало базовым понятием в теории динамических систем. Однако теорема Пуанкаре, а возвращение – это очень глубокая теорема в свое время была, в начале века, еще не гарантирует орбитическое, если фазовое пространство системы не едина. То есть там от опологии зависит еще. Пуанкаре и Липанов построили теорию периодических, это фундамент небесной механики. А Калмагоров, Арнольд, Мозер – это фактически Калмагоров и Арнольд, это математики, астрономы, НГУ. Работали здесь почти периодических решений. Качественные методы привели к созданию КАМ-теории. Ее суть, подчеркиваю, это очень сложная теория, действительно талантливая, очень построена. Ее суть. Если гамильтониан системы представят в виде суммы H равняется H0 плюс ΔH, где ΔH – это малое возмущение на систему, и частоты омега-итая в H0, в гамильтониане H0, несоизмеримы, это важно подчеркнуть, то возмущенное движение почти всегда будет ограничено Н-тором, утверждает эта теорема. То есть устойчива. От кинематики к динамике. Наука движения планет прошла длинный путь от астрологических манипуляций жрецов до остроумного и эффективного кинематического метода. Вспомним эксцентрики эпицикла Гепарха, Евдокса и Птолемея. И хотя переворот в астрономии совершенный Коперником и его последователи, это Бруно Галилей Кеплер, еще не выводил за рамки кинематического подхода, фундамент был заложен. Эллипс и Кеплера, и сегодня это текст названия Homo sapiens. С появления в трудах Ньютона и лиродинамического метода в небесной механике появилось и стало оттачиваться искусство создания моделей на базе дифференциальных уравнений движения. Вот суть современной небесной механики. Оттачивание – это искусство создания моделей на базе дифференциальных уравнений движения. Но одно дело – создать уравнения, другое дело – их решить. Но это другой вопрос. Небесная механика оказалась в фокусе внимания ученых. Новые задачи стимулировали интерес к достижению мира. Основные задачи небесной механики – интересная картина. Закон обратных квадратов, лежащий в фундаменте динамической астрономии, красив, элегантен и позволяет легко формулировать множество задач. Однако в ходе их решения эта легкость куда-то испаряется. Вот была и нет. Факт в том, что задач с аналитическим решением в небесной механике и сейчас очень немного. Рассмотрим поэтому более полный список задач. Классика. Фундаментом классической небесной механики является задача двух тел. В свое время именно необходимость в решении уравнения Кеплера с точностью до одной секунды дуги стимулировала развитие всех численных методов. Вот это очень важно понять. К слову, а сейчас расстояние до Луны известна с точностью до сантиметра, что соответствует решению уравнения Кеплера с точностью до 10 минус 4 арксекунды. Представьте, с какой колоссальной точностью работает небесная механика теперь. И ныне через изучение Кеплера проходит становление любого специалиста в точных науках. Это надо подчеркнуть. В математическом плане задача двух тел решена, но в астрономическом аспекте здесь широкий простор для творчества остается. Это не только неизменный маяк, задача двух тел, это не только неизменный маяк в море возмущенного движения, но и задачи от топологии орбит, задачи для тел с переменными массами, это там колоссально много всяких задач, рассеяние частиц, задачи с кольцами Гаусса и так далее. А некоторые задачи, движение в поле, например, сжатого серобия, есть фактически возмущенная задача двух тел, хотя это почему-то не подчеркивается. В пространстве N измерений задача двух тел исследуется и сейчас. Почему? Да потому что она позволяет проверить некоторые результаты в космологии ранней Вселенной. Обратной задачей двух тел является задача Бертрана о нахождении силы взаимодействия по известным свойствам траекторий. К слову, до сих пор не решена такая задача. Найти все потенциалы Фи от Х-Игры, которые, по крайней мере, в некоторой сплошной области плоскости Х-Игры, все орбиты замкнуты. Эллипс, разумеется, не в счет. Второе. К началу XIX века эстафета от Эллипса Кеплера переходит к аскулирующим Эллипсом Лагранжа. И на их основе усилиями многих ученых была создана теория возмущений. Стало возможным находить ответы на самые сложные задачи небесной механики, когда законы Кеплера становятся только приблизительными. Фактически, теория возмущений – это идея о том, что можно изучать что-то неизвестное, начиная с известной величины. Вот если говорить наиболее просто, это вот так. Один из основных ее приемов – в качестве исходной промежуточной опорной орбиты берется Эллипс, а расхождение между реальной орбитой и опорной раскладывается в ряд. Но не всегда эти ряды работают, из-за присутствия членов с малыми знаменателями. И в этой ситуации немец Ганзен астрологом предложил идею за опорную орбиту убрать не Эллипс, а более сложную – кривую. Тогда ряды для отклонения реальной орбиты от принятой опорной не будут содержать многих неудобных членов. Кольца Гаусса. От Эллипсов Кеплера берет начало и другое направление – это кольца Гаусса. В 1918 году Гаусс для расчета вековых возмущений в первом приближении предложил усреднять движение возмущающего тела по Эллипсу орбиты. Так образуется материальное кольцо, которое называется кольцом Гаусса. Там с плотностью обратной скорости движения тела по этому Кеплеровскому эллипсу. Поэтому вот здесь показана половинка этого эллипса. И здесь активный фокус – это здесь. Значит, тогда наибольшая плотность этого кольца будет по центру, где возмущающее тело движется медленнее всего. А вот здесь, значит, сам Гаусс потенциал кольца не нашел. Но сейчас этот потенциал в аналитическом виде известен. Он представляет вот этой изящей формулой. Вот эта изящая формула 1. Вы видите, она очень краткая. Она выражает потенциал кольца Гаусса. Недаром эта задача не была решена. Значит, ее Гаусс пытался решить в свое время. Выражается через эллиптический интеграл стандартный первого и третьего рода. Ну, здесь показана, кстати, вот поверхность, вычисленная с помощью этого, этой формулы. Поверхность потенциала кольца Гаусса. Вы видите, это как бы шатер, натянутый на два кола. Вот. Это рассчитано по этой формуле первое. Далее. Система кольца Гаусса. Здесь мы должны вспомнить недавно ушедшего от нас в глубоком сожалению нашему Михаила Александровича Вашканья. Он занимался этой проблемой. И, кстати, он привлек в свое время внимание меня к таким задачам. Именно после этого я нашел потенциал кольца Гаусса, занявшись этой задачей. В Гаиши развит новый подход к изучению долгопериодических и вековых с обучениями небесной механики. Он опирается не на возмущающую функцию Лагранжа, это классика, возмущающая функция Лагранжа, а на взаимную потенциальную энергию колец Гаусса. Значит, мы находим так или иначе эту взаимную энергию, это по теории потенциала. Вот здесь вот показано разложение этой взаимной энергии двух колец Гаусса по эксцентриситетам этих колец в точечке до квадратов. Мы исследуем более общий случай, когда взаимную энергию двух колец найдено уже не компонарных колец Гаусса. Это очень актуально для реальных задач небесной механики. Сравнение с традиционным методом разложения возмущающей функции Лагранжа показало адекватность нового подхода. В чем? Вместо усреднения полученного сложным образом выражения для возмущающей функции Лагранжа, методически проще сразу вычислять взаимную энергию колец Гаусса. Об этом все дело. На пасе колец Гауса созданы две модели. Это R-кольцо и R-тороид. Двумерное обобщение кольца Гаусса по законам механики из-за внешних возмущений и эффектов АТО возникает обсидальная прецессия кольца Гаусса. В итоге после усреднения по азимуту вот этих орбит прецессирующих кольца Гаусса мы получим некоторое кольцо со сплошным распределением плотности. Распределение плотности выражается вот этой формулой простой. Это потенциал этого кольца в его главной плоскости. Где применяется? Применяется вот где. Такие R-кольца образуются из прецессирующих эллиптических орбит в фокусе которых находится центральная звезда или черная дыра. Модель объясняет причину существования острых локальных минимумов на клевых вращения плоских галактик. Вот посмотрите. Вот она объясняет вот эти вот печки. А также применяется для изучения динамики звездных дисков в центре галактики. Там есть так называемый плок-квайс-диск которым очень много занимается на Западе. Вот кстати и Нобелевские лауреаты занимались этим тоже делом. И вот здесь тоже применяется эта модель. Наконец трехмерная форма прецессирующего кольца Гаусса когда значит у нас еще вот этот R-диск еще сам по себе прецессирует. Возникает вот эта фигура вот с таким распределением плотности потенциал известен значит это расчет этого потенциала. Вот такая фигура. Где она применяется? Применяется для изучения экзопланет динамики экзопланетных систем. В частности циркубинарных экзосистем. Циркубинарный напомню что такое это двойная звезда вокруг него отдаленная планета. В соглашенке небесной механики находится задача двух неподвижных центров которые поставил и решил Эйлер. Оригинальный вариант этой задачи был изучен Джоном Винке и советскими учеными это Губошин Аксенов Гребенников Демин. Это как раз ГАИШ МГУ. Я в свое время в 1974 году был здесь на практике у Аксенова как раз по этим вопросам. Это давно было. Значит они сумели эти четверо ученых задачу движения искусственных спутников в поле землевтистных прокрустного ложа задачи двух неподвижных центров с внимыми точечными массами. Вот в этом есть будущийся успех. И здесь в качестве промежуточной орбиты для ИСЗ берется более сложная кривая чем эллипс кеплерский эллипс. Задача трех тел. Это совершенно особая задача. Можно сказать это нельзя вернее абсолютно было бы ошибкой высокомерно назвать это отработанный материал извини меня я открою пыльный учебник там все есть нифига там нет на самом деле. Вот существенно нет на самом деле. Эта задача находит приложение во всех областях современной науки. Это астрофизика ядерная физика физика элементарных частиц. Более того даже черные дыры. Я потом об этом скажу попозже более подробно. Внутреннее богатство этой задачи начали раскрывать это действительно настолько богатая проблема которая очень трудно оценить не повозившись здесь как говорится годами. это очень глубокая проблема. Ее внутренние богатства начали раскрывать Лагранж, Лаплас и Планкаре. Здесь усовершенствовались аналитические методы механики, зародилась и расцвела теория возмущений. Здесь под пеленой математической неопределенности появилось понятие хаоса в динамических системах и пошатнулся могучий детерминизм Лапласа. Та гармония мира, о которой мечтал Лаплас, рисуя предопределенность движений, терпит фаск уже в астрономии. И хотя можно сказать, что на ее периферии это. Движения звезд, звездных скоплений и даже движения многих малых тел Солнечной системы подвержены случайностям. Это заставляет нас рисовать современную картину в небесной механике. Это совершенно новый раздел теории хаоса в небесной механике. В небесной механике также независимо от квантовой поняли, что для описания положения частицы из-за крайней чувствительности траектории к начальным условиям уравнения нелинейные надо переходить к определению вероятности нахождения частицы в пространстве. И в этом фундаментальном вопросе физика и небесная механика на параллельных рельсах. Пример. Так как параметры астероидной орбиты всегда содержат некоторую неопределенность. Длительные бесплодные попытки решить задачу трех тел привели в конце концов к фундаментальным отрицательным результатам. В науке отрицательные результаты подчас более важны, чем положительные. Бронспен левее и понкаре доказали отсутствие в задаче дополнительных интегралов кроме десяти классических. С тех пор задачу Н тел называют не интегрируем именно с тех пор. Причиной отсутствия интегралов является чрезвычайно сложной траекторией. Их нельзя не описывать ни эллипцией, ни какими-то другими кривыми. В этом все дело. Однако следует подчеркнуть, что эти ограничения в интегрируемости выполняются только для траекторий в конечной области пространства. А для орбит инфинитных, то есть влетающих, когда тело вылетает из системы, интегрирован все же может существовать. Это доказали Калмогоров и ВГУ Алексеев в великолепной математике небесной. Для таких орбит существуют локальные интегралы. Вот с такими локальными интегралами много возился в динамике звездных систем Вадим Анатольевич Антонов. Но для динамики звездных систем. Исследования проводились в двух направлениях. Это поиск приближенных решений с помощью метода возмущений. Это задача трех тел. Или поиск точных частных решений. Например, точек вибрации. В общем, эти задачи трех тел, как я выяснил, не интегрируются, но для некоторых частных случаев аналитические решения. Но что значит для некоторых? Это кокетливо сказано. На самом деле более тысячи точных решений известны сейчас задачи трех тел. Более тысячи. Многие результаты получены компьютерными методами. Есть сюрпризы. Вот эта восьмерка Мура вызывает действительно восхищение. 3 равных массы с нулевым угловым моментом вся система вращается по такой системе, догоняет друг друга непрерывно. Посмотрите. Это точное решение задачи трех тел. Это шедевр аналитики. Ну или вот китайцы когда навалились на это дело, таких отбитых, ну наружу же сотни здесь семейства показывают. В рамках общей проблеме трех тел рассматривается следующая задача. поиск новых вариантов динамической редукции. Редукция напомню это процесс сокращения числа уравнений движения с учетом интегралов движения. Здесь есть новый вариант редукции. У меня нет времени я о нем не буду говорить. На практике наиболее часто рассматривается ограничение задачи трех тел, когда масса третьего тела мала в сравнении с двумя основными праймарис. Ее варианты это круговая эллиптическая гиперболическая ограниченность задачи трех тел. Далее эти варианты я бы сказал широким веером рассыпаются или мелким весом как можете вам судить рассыпаются на множество подзадач где варьируются все параметры системы относительное расстояние форма тела учитывается световое давление масса одного или всех тел может зависеть и так далее. Это живая небесная механика. И наконец экзотический вариант задачи трех тел это задача роба 1977 год. Я с этой задачей столкнулся только потому что мне четыре работы из АЖ присылает вот этих индийских математиков подряд. Две работы я завернул по поводу отсутствия приложений. Ну то что значит? Одно тело это праймарис это сфера заполненная однородной нежимаемой жидкостью. Вот это астероид который вращается это вокруг вот этого первого тела вокруг центра масс общего их. Наконец есть точка нулевой массы М3 которая испытывает притяжение этого тела этого тела испытывает силы Криолиса центробежной силы и еще силу Архимеда поскольку это в жидкости находится и так далее. Находится здесь около 20 точек либрации есть и вот люди занимаются этим делом. К сожалению именно эта задача показывает пример когда есть метод а задачи приложения нет. К сожалению это. Наконец точка либрация задач этих тел. Совершенно особый комплекс задач первыми были найдены три Эллеровые неустойчивые к линейной точке ну например вот здесь у нас пусть солнце вот это Юпитер это второе главное тело вот и точка точка нулевой массы значит вот мы ищем точки где она будет находиться на миссии это точки вот эти точки Л1 Л3 1 и 2 нашел Леонард Тейлер а вот эти точки 4 и 5 которые на 60 градусов подстоят от Юпитера нашел Жозеф Луи Лагранж Лагранж в точке либрации они являются эти точки неустойчивы эти условно устойчивы на самом деле если масса Юпитера вот этого тела к этому меньше 1 и 27 тогда устойчивы но Юпитер это 1 тысячная масса солнца поэтому здесь все проходит а вообще говоря не всегда об этом надо знать и нашел эти ограничения наш советский математик небесный механик Маркеев очень важно ограничение МКМ меньше 1 и 27 Многочисленные варианты задач изучения точек либрации рассматриваются и сейчас планируется все 5 точек либрации использовать для освоения солнечной системы космическими аппаратами вот я хочу показать вот эту точку Л2 в системе Юпитер со всеми Земля Солнце Земля Солнце вот эта точка Л2 она находится где-то на расстоянии где-то 60 тысяч 61 тысяча километров от Земли и там сейчас находятся 5 миссий настолько она важна для наблюдения в астрофизике я даже могу перечислить эти миссии это ГАИА всем известным небесным астрофизиком космический телескоп оптического диапазона ПЛАНК астрономический спутник европейского космического агентства Спектр-РГ это российская немецкая орбитальная астрофизическая обсерватория она признавшая для построения полной карты Вселенной в Ренгеновском диапазоне и наконец сладкая самая закуска это телескоп Джеймса Уэбб значит зеркало диаметром 6,5 он наблюдает в инфракрасном диапазоне это ранние галактики звезды экзопланеты уже начало работать ну здесь показано конкретный расчет для солнечной системы посмотрите вот эти точки Лагранжа как раз Юпитер Юпитер посередине это греки это троянцы ахейцы ахейцы это греки значит а вот это вот треугольное вот это оранжевое показанное тоже семейство огромное астероидов это семейство астероидов Хильды значит оно смотрите одно из них из трех этих скоптерий Хильды это в точке Л3 находится это точные расчеты показаны вам наконец есть ряд задач небесной механики посвященные центральной конфигурации насколько я помню Евгений Александрович Гребенников последние годы как раз занимался вот этими центральными конфигурациями ускорение всех тел направлено к одному центру это плюс массовые здесь варианты это хороводы всякие много вариантов исследования и вполне серьезные исследования здесь причем пространственные измерения хороводы это любимая тема математика механизм задачи есть Ситникова Макмиллана когда два тела Праймерис вращаются по кругам а испытуемое тело Трайон поинт вот это вот значит оно движется по перпендикуляру через фокус этих двух орбит тоже можно проинтегрировать в конечном виде эту задачу особенно востребована задача Хилла задача трех тел где рассматривается движение малого тела в окрестностях планеты при большом возмущающем влиянии Солнца и других планет многие варианты задачи Хилла активно изучаются и сейчас в частности теория движения Хилла является по существу задачей Хилла именно ряды Брауна Хилла стали надежными инструментами важнейшей задачи расчета эфемиридов Луны вот еще пример численного расчета посмотрите это блестящий расчет задача пяти тел решена буквально в виде солнечной системы это Солнце Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун образующие планеты гиганты и само Солнце вы посмотрите один из очень многих графиков это дает для эксцентриситета этих орбит если вы детально будете вникать вы увидите здесь потрясающие подробности вы посмотрите вот этот широким размахом дается график для Сатурна эксцентриситета это 50 тысяч лет примерно в период а это для Юпитера вы посмотрите там где максимум для Сатурна там минимум для Юпитера и наоборот вот насколько тонко подстроена вся небесная механика и то же самое Уран уже показывает значит это вот Уран здесь тоже если можно увидеть он тоже в противофазе с этими гигантами находится а вот Нептун который гремит у всех на устах он посмотрите ведет себя здесь безобразно как вольный художник он не подчиняется никакой закономерности это вот и вот кривая кстати Нептун именно Нептун выпадает из закона Тисуса Бода это тоже о чем-то говорит так что Нептун совершенно особая вещь солнечная система это точный расчет небесной механики это шибел ну кроме того в небесной механике сейчас очень большое внимание уделяется экзопланетам вот здесь вот показан пример как раз циркумбинарной системы вот это двойная звезда а вот это далекие планеты образующие эту систему вот как раз для изучения вот таких вот сложных систем мы предназначили вот эти артеруиды о которых я здесь говорил уже которые получены у нас в ГАИШ наконец теория фигурно-довесия в рамках ТФР изучают форму структуру и колебания причем не только малые но и нелинейные колебания а также устойчивость инвестных тел общего решения в ТФР даже для идеальной народной жидкости не найдены известны только частные решения но это судьба любой глубокой теории этот раздел науки граничит с геофизикой астрофизикой и динамикой звездных систем модели фигур равновесия строятся для астероидов планеты спутников широкий комплекс задач есть для звезд и галактик ТФР содержит яркие интеллектуальные открытия ее история пронизана глубочайшими аналитическими исследованиями Клеро, Лапласа Дирихле, Риммена Понкаре, Липунова и Чендерсикара в основном мишеку применяются частные случаи сфероиды Махлорена трехосные алипсоиды Якови фигуры Раша их дополняет уравнение Клеро для неодородных фигур равновесия еще молодыми Понкаре и Липунов открывают мир нелепсоидальной фигуры равновесия здесь пристальное внимание привлекли к грушевидной фигуре третья гармоника на поверхности Липунов Именно через деление груши Понкаре и Дарвин надеялись решить основную проблему космогонии понять как образовались луна планеты со спутниками кратные звезды Особое очарование этой гипотезе Понкаре придавало то что решение о возможном делении груши скрывалось под пеленой математической неопределенности Вот здесь я поясняю это Вот это по Дарвину гипотеза отделения Луны от Земли А кстати Дарвин был прямой последователь Понкара Джордж Дарвин имеется в виду А вот здесь показана как раз грушевидная фигура о которой мы говорили уже Вот это есть сечение эллипсоидной икоби вот это штрихами показано от которого отвисляется вот эта фигура грушевидная Вот она здесь показана в окрасницах этого эллипсоида Вот она грушевидность Это третья гармоника здесь показана А вот здесь Здесь показана модель, вернее, график расчета, точнейших расчетов уже всей последовательности грушевидных фигур. О чем не знали, ни Пун Коре, ни Липунов, разумеется, это только с помощью компьютера удалось сделать в 1982 году. Вот здесь точка ответвления бифуркации. Вот здесь момент угловой, здесь момент откладывается, здесь квадрат угловой скорости фигуры, а здесь момент ее угловой. И вот здесь момент угловой растет, угловая скорость убывает, то есть фигура вся как бы расплывается. Затем наступает точка экстремума, а дальше уже момент только убывает, а угловая скорость только растет. И вот эта самая загадочная точка конца вот этой последовательности, что думаете, что она закончилась? Она закончилась не вот этим вот, она закончилась тем, что вот эта грушевидная фигура показана, предельная, извержением глидкости через вот этот носик. Вот так вот, красиво, элегантно. Некоторые современные направления в ТФР. Это прогресс ТФР связан с учетом внутреннего поля скоростей. Вот знаменитая формулировка проблемы Дерихле. Допускают ли законы механики? Это фундаментальная вещь. Такое движение жидких, гарантирующих глипсоидов, чтобы поле скоростейных было линейным по координатам. Оказывается, допускают. Это позволило пересмотреть всю теорию фигуры равновесия. Это Риммон, Чендерсикар. Здесь был создан математический препарат для комплекса задачи нелинейных колебаний фигур равновесия всех. Именно нелинейных. В наши дни обобщение проблемы Дерихле получено уже для динамики звездных систем. Далее. В теории неоднократных планет метод алипсоидальных поверхностей лишь первое приближение. Вот скончавшийся динамика Виктор Николаевич Жарков. Он как раз занимался фигурами Юпитера. Уже поправками к обычным вот этими членами. Четвертого порядка уже занимался. Это тоже очень важное направление в теории фигур равновесия. Для двух компонентов фигур равновесия, это каменная игровая ледяная оболочка, тоже был разработан новый неимпактный механизм здесь в Гаиши для отделения масс, что позволяет объяснить происхождение кольца вокруг карликовой планеты Хаумя. Еще одна актуальная тема в теории фигур равновесия, это фигура равновесия двойных систем, это звезд и астероидов, предположим. Она требует хорошего знания, разумеется, потенциала. Вот здесь показано как раз на Ари Сиба наблюдение. Вот уникальный случай двойного астероида. Посмотрите, двойной синхронный резонанс. То есть они вращаются друг друг к другу, и их спиновое вращение равняется орбитальному вращению каждого из них. То есть они смотрят как примерно Плутон и Харон, смотрят друг на друга примерно. Вот это как раз для этой модели тоже можно развивать очень интересные теоретические схемы. Примечание. Обратим внимание на то, что между фазовыми моделями бестолкновительные звезды системы, к сожалению, в Гаиши имени никто не занимается. Где интегралы движения относятся к каждой звезде в отдельности, и небесно-механической задачей НТЛ, где интегралы движения относятся уже ко всей системе, существует широкое туманное обрежье. Здесь возможны новые открытия. Вот еще один пример. Фигура равновесия спутника Сатурна-Япита. Вот это показано здесь. Кассини сфотографировал в 2007 году вот этот хребет. Горный ридж. Высота его около 13 километров средняя. Основание где-то 20 километров и так далее. То есть вообще на всем экваторе. Это, кажется, тоже можно объяснить в рамках теории фигурно-миссии. Потребности современной небесной механики. Я несколько слов скажу на этом, остановлюсь. В теоретическом плане небесная механика нуждается в дальнейшем развитии теории нелинейных динамических систем. Усследования показали, что в типичных динамических системах нет полной интегрируемости. Однако нет и полного хаоса. Складывается синтез, когда островки с интегрированностью находятся в окружении хаоса. Отдельно стоит проблема корректности применения расходящихся рядов. Это проблема Панкаре, опять же таки, для анализа устойчивой Солнечной системы. Здесь работали выдающиеся и работают выдающиеся вычислители, такие как Ласкар из Парижа и другие там. Так вот, какие результаты были получены? Вот результаты этих расчетов. Повторяю, это расчеты на миллионы, сотни миллионов лет вперед. Вековая эволюция уже Солнечной системы, вековая, а не просто какие-то гармоники там годичные. Это сотни миллионов лет. Движение планет-гигантов Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун остается предсказуемо устойчивым. Вот этот слайд выше как раз и полностью повторяет, подтверждает. Вот здесь все периодические движения, вы видите здесь. А период здесь сотни миллионов лет. Интервал интегрированности имеется в виду. А вот для внутренних планет численные расчеты вот эти на протяжении сотен миллионов дают хаотичность их положения на орбите. Особой проблемой является Меркурий здесь, опять же таки тот самый, который резонансным взаимодействием с Юпитером может существенно изменять свою орбиту на протяжении сотен миллионов лет. Можно даже попрощаться через миллиарды лет, мы с ним можем попрощаться, но качариться не будем особо тут. Срок очень большой. А вот для Земли из-за наличия крупного спутника Луны ситуация с орбитой является устойчивой. Это очень важный фактор. Это не говорит, что климат будет устойчивым. Нет, орбита. Но это основа уже климата. Ценную роль методы компьютерного моделирования сыграли в анализе задачи трех тел и более тел. Прослеживание рядов неизвестных ранних фигурновесий и в изучении взаимодействия планет с диском. Это вот для экзопланет, в частности, очень важная вещь. Изучение орбит спутников Марса и Фобоса, Фобоса и Деймоса показали, что, возможно, в раннюю эпоху эти два спутника представляли единое небесное тело. Однако дебаты по этому вопросу до сих пор продолжаются. Они, по-моему, только больше обострились. Есть надежда, что с помощью все-таки быстродействующих ЭВМ удастся выяснить, какой будет Солнечная система через многие-многие миллионы лет. Не до конца выяснена связь вида потенциалов с формой хаотических орбит. Это вот как раз из-за теории хаоса очень важная вещь. В этой связи актуальным является инвентаризация резонансов вообще в Солнечной системе и развитие темы трехтельных резонансов, оказывается, для пояса астероидов у нас в Солнечной системе. Визитной карточкой, как я уже говорил, небесной механики является КАМ-теория. Я уже сказал ее содержание. Сейчас пойдем дальше. Последние годы исследования Солнечной системы и внесолнечных планетных систем идет бурными темпами и постоянный приток новых задач, данных ставит новые задачи. Успехи наблюдательной астрономии предъявляют новые требования к точности аналитической теории и указывают на важность разработки новых моделей для изучения динамики и эволюции планетных систем. Важную роль в современной небесной механике играют и методы сугубо математического характера, так как теория потенциала, теория равновесия, методы усредения по быстрым переменам. Из-за отсутствия времени я не буду углубляться. Но это огромные темы для исследования все. Вот, кстати, вот все доклады я хотел бы привести. Одну из фотографий последних, сделанных Хабблом. Посмотрите, это изумительная фотография. Вот это ядро галактики, внутри которой черная дыра, летит со скоростью 1600 км в секунду в межгалактическом пространстве. И вот этот снег, который нас, это вот это ядро, вместе с черной дырой, оставляет в межгалактической среде. Это 60 км, представляете? И это еще не распадается даже. Вот этот снег. Откуда появилась эта черная дыра, вот так, в свободном полете, как художник? Оказывается, в задачи трех тел, где три черные дыры, тоже, возможно, были от одной черной дыры. Вот вам, пожалуйста, применение задачи трех тел, современное. Вот это как раз наверняка была крупная игра в задачи трех тел. Откуда три тела, значит? Это когда две галактики сталкиваются, там была двойная система, значит, черных дыр в центре, а у другой галактики была еще одна черная дыра. Вполне возможно образование тесной динамической системы черных дыр. И тогда играет законы небесной механики снова. Или вот последнее тоже, то, что прислала Жанна Федора Родионова, прислала мне. Значит, открыто сложное строение твердого ядра Земли. Посмотрите, вот это ядр, что открыто. Это как раз технические волны, деметрясение на поверхности Земли, значит, проходит и позволит дедиктировать радиус. Значит, диаметр это 1300 км, это маленькое ядро. Но тем не менее, по максимуму больше процента массы Земли, но удивление вызывает другое. Вот все твердое ядро, вот это вот, это жидкое ядро Земли. Все твердое ядро, а внутри еще вот это ядрышко есть. Вот все твердое ядро, железо, никель, а вот здесь только железо. Я вообще не совсем понимаю, потому что вообще говоря, никель плотнее, чем железо. То есть ситуация то ли неустойчива здесь, то ли здесь что-то еще пока не выяснено. Рано делать выводы. Но это очень важные вещи, потому что, именно зная точную структуру строения Земли, ядра Земли, уточнение вот этого, можно сказать, как приливное влияние, какое оказывает Луна на движение этого ядра. Это все завязаны задачи, это все небесная механика, в частности. Это все динамическая астрономия. Наконец, я бы хотел кончить тем, с чего начал. Чтобы не утомлять вас. Просто хочу сказать, что небесная механика в полной мере проявила ценность математики в познании астрономии. Спасибо за внимание. Лично я поздравляю себя за то, что мне повезло пригласить вас с этим докладом. Я очень доволен и очень много полезного для себя узнал. И удивительно то, что есть определенный скептицизм по отношению к небесной механике у астрофизиков. С задрым носом ходит. Вот, по-видимому, что-то такое было у меня. Я очень, очень доволен этим докладом. Спасибо. Пожалуйста, вопросы, замечания. Прошу вас. Кто хотел бы? У меня тоже сразу несколько будет вопросов, но я поставлю на потом. Пожалуйста, выходи. Нужно подойти сюда. Обязательно. Пожалуйста, пройдите. Добрый день. У меня вопрос. Есть ли какие-то решения и исследования задачи трех тел с перетеканием масс или со слиянием объектов? Ну, вот такие задачи рассматриваются. Ну, вы мне подсказали блестящий способ решения задачи трех тел. Артем. Значит, это мой студент. Я знаю его хорошо. Блестящее решение задачи трех тел. Надо решить задачу Н тел. А потом Н положить равный трём просто. И всё. Спасибо за вопрос. Хороший ответ. Так. Пожалуйста, ещё. Можно я тогда свой вопрос задам? Так. Вы говорили об устойчивости вперёд. А можете ли вы мне сказать, насколько устойчива была Солнечная планетная система в прошлом? И вот с момента, когда образовалась Земля, она всегда была на таком расстоянии от Солнца, как сейчас или нет? Очень глубокий вопрос, да. Очень глубокий вопрос. К сожалению, ответ здесь, по-видимому, будет отрицательным. Потому что мы не знаем орбит, настоящих орбит на прошлую эпоху из-за возможной миграции планеты. Юпитер наверняка мигрировал к Солнцу. Наверняка. И он настолько переполоху надел в свои миграции. Вот смотрите, например, я хочу просто подчеркнуть. Хорошо, чтобы вы обратили внимание на этот вопрос. Вот. Здесь есть троянцы и греки из Трои. Это два противоположных лагеря. В каждой по десятку тысяч крупных астероидов. Понимаете? Это огромное семейство. Но, оказывается, греки в два раза более многочисленные, чем троянцы. В два раза более здесь... Откуда это? Это загадка была долгое время. Вполне возможно, что это связано с миграцией Юпитера вместе со своими семействами. Миграция была еще до выхода Солнца на главную последовательность. Или я ошибаюсь? Нет, не надо. Так. Вопрос. Это, собственно, продолжение вопроса. От миграции Юпитера, если я правильно помню, была до выхода Солнца на главную последовательность. Или я ошибаюсь? Нет. Здесь, возможно, разные точки зрения. Разные дают оценки. У Ласкара одно, значит, у Уилсона другие там оценки для моментов ВИПа. Значит, у Ипатова третья точка зрения, значит, вот и так далее. Ипатов тоже этим занимался ВИПа. ВИПМ, извиняюсь. ВИПМ тоже занимались этими вопросами. По-видимому, этот вопрос очень сложный. И я не знаю конкретно ответов на ваш вопрос. К сожалению, не знаю. Есть еще вопросы? Тогда я буду продолжать вопросы. Судьба Луны... А что? И вот так. Вопрос с судьбой Луны. Есть основания полагать, что она удаляется далеко и может совсем улететь. Это правильно или нет? Но сейчас, в данный момент, на 3,8 сантиметра в год удаляется. Это очень рассчитано. И с помощью лазерных уголковых отражателей зафиксировано. А потому что... Вот у нас Земля, Луна. И Луна создает приливы до Земли. И причем эти горбы, значит, естественно, они не совсем совпадают. Они за счет быстрого ощущения Земли создает вот этот уголок, наверное, на один час. Разница с потенциальным углом запасованием. И за счет этого Земля ускоряет Луну. За счет этого изменения гравитационного поля, за счет этих горбов. И тогда она в угловой момент должен сохраняться системно в целом. Гребные силы могут энергию изменять системно, но они в полный угловой момент. Поэтому Луна будет, значит, ее полный момент будет возрастать. Она будет удаляться законами действия. Значит, все дело, разумеется, да, Луна удаляется от Земли. И причина этого в том, приливом влиянии, значит, между Землей и Луной. Вот там есть угол запаздывания и, значит, один час. И за счет этого угла происходит перестройка внешнего гравитационного поля, который ускоряет движение Луны на ее орбите. Но поскольку полный угловой момент должен сохраняться системы, энергия может меняться, она наверняка уменьшается, но полный угловой момент сохраняется, и за счет этого она должна удаляться. А Земля должна немножко замедляться на одну сотню секунды вскалетия. Да. Значит, это хорошо уже зафиксировано. С этим согласны почти все небесные механики и геофизики. А к чему это приведет? Что будет в перспективе, так скажем, через миллиард лет? Нет, но там через несколько миллиардов лет Луна будет начать приближаться. Тут уже за счет того, что Солнце будет влиять, как возмущающее тело. Вот. Уже не Земля основным будет телом, а Солнце. Там радиус Хилла, она выйдет из радиуса Хилла. Вот она будет, ну это через миллиарды лет, товарищи. Пожалуйста, у кого-то появились вопросы, а то я готов задать третий. Третий вопрос такой. Насколько мне приходилось столкнуться с этим, ну не самому, но по публикациям в связи с эволюцией жизни на Земле и на Марсе. Луна стабилизирует орбиту Земли, а вот с Марсом все дело хуже. И там орбита крайне неустойчива именно из-за того, что спутники Фобос и Деймос слишком малы, и она как-то сильно болтается. Это правильно? Да. Это как раз подтверждается точными расчетами вращающихся тел в данном случае. Тут не только поступательные движения, но поступательно-вращательные движения надо учитывать. И действительно, Земля, Луна стабилизирует вращение, ось вращения системы Земля-Луна, а с Марсом дело хуже обстоит. Понятно, спасибо большое. Ну, кто-то еще? Валя. Да. Те, кто смотрит доклад дистанционно, хотели бы что-нибудь задать вопрос? Я не слышу ответа. Не слышу. Здесь. Валя, ты, по-моему, поднимала руку, что-то хотела сказать. С места кричала. Кто-нибудь? Нет. Тогда... В чате есть один вопрос. Да, здравствуйте. Сейчас я посмотрю, сделайте, чтобы... Не, я могу зачитать его из чата. Зачитайте его. Да, вопрос от Анны. В формуле 1 имеется в виду потенциал бесконечно тонкого кольца? Плохо понятно. Сейчас я посмотрю сам. Так. В формуле 1 имеется в виду потенциал бесконечно тонкого кольца? Вопрос. Да. Бесконечно тонкий. Ответ – да. Но конечные массы. Бесконечно тонкое кольцо конечной массы. Широкое кольцо. Широкое. Так, еще вопросы. Судя по тому, что мы Егора слышим, если бы кто-то хотел еще сказать из участников, мы бы это тоже услыхали. Доходило до 12. Ну, это значит минус 2, надо и минус 1000. Да, ну, то есть около 30 человек сегодня приняло участие в семинаре. Спасибо. Спасибо.